Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего сюжета не нуждается в представлении. Это представитель культовой марки, и причем представитель тоже культовый. Модель продалась огромными тиражами в своих предыдущих поколениях. Эта машина также демонстрировала стабильно высокие продажи. Крайне ликвидна на вторичном рынке и пользуется народной любовью. Если вы собираетесь купить себе седан бизнес-класса, с большой долей вероятности эта машина будет у вас в списке на покупку и вполне возможно где-то на первых строчках. Встречайте, Toyota Camry XV70, девятое поколение. Девятое поколение Toyota Camry появилось в России в 2017 году, и на конвейере эта модель продержалась до 2022. На рубеже 2020-2021 года машину подвергли рестайлингу, в ходе которого главным образом обновили агрегатную линейку. Сборка у всех официальных 70-х Camry будет российская. Что касается линейки двигателей, на дорестайлинговых машинах были три варианта мотора. 2 литра на 150 лошадиных сил, 2,5 литра на 181 лошадиную силу и 3,5 литровый V6 на 249, адаптированных под наше налогообложение лошадиных сил. У рестайлинговых 70-х двигатели объемом 2 и 2,5 уже относятся к новым сериям, но мощность двухлитрового агрегата осталась также на уровне 150 лошадей, а вот 2,5 литра теперь выдает две сотни. Коробки передач только автоматические. На дорестайлинговых автомобилях, кроме мотора 3,5, стояла еще старая шестиступенчатая коробка, ну а на двигателях 3,5 литра и на всех рестайловых 70-ках уже восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2018 года выпуска под капотом, 2,5 литра на 181 лошадиную силу, шестиступенчатый автомат и, конечно, передний привод. Седан Camry, начиная с 30-го кузова, уже было сложно назвать компактным автомобилем. Солидный габаритный размер имеет и девятое поколение. Длина автомобиля 4,88 м, ширина 1,84 м, а высота 1,45 м. Колесная база у этого автомобиля под стать машине бизнес-класса 2 метра 82 сантиметра. Габаритный автомобиль получился при этом довольно тяжелым. Снаряженная масса тонна 700, а максимально разрешенная 2 тонны 30 килограмм. Что касается лакокрасочного покрытия, то с завода толщина у 70 Camry будет варьироваться в диапазоне от 80 до 130-140 микрон. Ну а по части ржавчины большая часть 70-ок банально еще слишком свежие и не успели продемонстрировать серьезные очаги поражения коррозии. Тем не менее, при осмотре подобного автомобиля стоит внимательно и досконально осмотреть его на подъемнике, хотя бы с целью выявления следов кузовного ремонта. А также, как и с машинами предыдущего поколения, не лишний будет проявить бдительность в ходе проверки юридической чистоты конкретного автомобиля. 70 Camry пользуется популярностью не только у широких слоев населения, но и у угонщиков тоже. Осмотр автомобиля по традиции начинаем с багажного отделения. Хоть это и седан, но тем не менее, в наших условиях нельзя исключать возложение на подобную машину неких хозяйственных функций. Крышка багажника, кстати, оснащена электрозамком. Каталожный объем багажного отделения Toyota Camry в 70-м кузове 493 литра. Давайте посмотрим, сколько это в линейных размерах. Кстати, при беглом взгляде в багажник бросается в глаза большая высота пола или небольшая высота самого багажного отделения, кому как больше нравится. Ширина проема багажника по его верхней части порядка 106-107 сантиметров. Но вот высота здесь небольшая, порядка 48 сантиметров до задней полки. Так что, заталкивая сюда какой-то габаритный груз, имейте в виду, что у вас это может и не получиться. Ширина багажника по его задней, более широкой части, 156 сантиметров. Между колесными арками порядка 110. А длина багажного отделения от бампера до спинки заднего сидения это 105 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике этого седана. Под фальшполом багажника в данном случае у нас скрывается пластмассовая и внутри нее пенопластовая емкость, где находится вороток, баллонник, домкрат и буксировочная петля, то бишь весь штатный набор инструмента. И, естественно, в автомобиле у нас есть запаска, причем это не докатка банан, а полноразмерное запасное колесо на литом диске. Но помимо этой ниши никаких дополнительных карманов в багажнике 70 Camry нет и даже привычных ниш по бокам здесь также нет. То есть вот эти панели сбоку у нас выполнены заподлицо со всей боковой общивкой багажника и ничего там не открывается. Если же вам все-таки нужно увезти в багажнике 70-ки какой-то очень длинный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Конечно, ровного пола вы здесь не получите, там будет ступенька и сам проем, куда этот груз войдет, достаточно узкий. Но, тем не менее, длина погрузочная у вас увеличится где-то до 1,90 м до спинки переднего сидения. Ну а если груз уж очень длинный и вы разместите его между передними сидениями, так чтобы он практически доставал до передней панели, то погрузочная длина у вас составит порядка 2 метров 60 сантиметров. Так что в случае необходимости кое-какие грузовые возможности у 70 Camry все же имеются. Ну а теперь про салон 70-ки. Попадая сюда, первое, что успеваешь отметить и чему удивиться, это наличие здесь довольно-таки выраженного профиля у передних сидений. Боковая поддержка здесь присутствует, причем как на подушке, так и на спинке сидения тоже. Так что сидение это никак не назвать плоским диваном. Фиксация тела все же присутствует. Что касается удобства посадки в целом, мне с моим ростом 1,86 м достаточно быстро удалось подобрать нормальную удобную посадку за рулем 70-ки. Рулевая колонка в нашем случае имеет механическую регулировку, но ее диапазон просто огромен. Особенно это касается регулировки по вылету. Водительское сидение имеет электрические регулировки, кстати, как и сидение пассажира. И, будучи отодвинутым максимально назад и вниз, позволяет мне вытянуть левую ногу полностью до прямого положения в колени. И при этом носком я вообще никак не дотягиваюсь до пола салона, даже если потяну носок по балетному вперед. Но при этом следует отметить один интересный момент. Несмотря на то, что автомобиль этот, в общем-то, не маленький и салон у него также не маленьких размеров, здесь нет ощущения какого-то безграничного простора. Запас пространства над головой присутствует, но он не очень большой при той регулировке кресла, которая была бы удобна мне. Капот видно, в отличие от многих современных моделей, но при этом лобовое стекло имеет большой наклон и визуально достаточно узкая. А передняя панель, наоборот, высокая и практически не имеет наклона в сторону водителя, слегка контрастируя с низкой линией бокового остекления. Но в целом про обзорность Toyota Camry 70 ничего плохого сказать нельзя. Боковые зеркала довольно большие по площади и информативные. Ну а обзору назад способствует не только достаточно низкая линия стекла, но при этом машина укомплектована камерой заднего вида, изображение с которой выводится на монитор. Поэтому с парковкой здесь никаких проблем нет. Кстати, парктрониками автомобиль оснащен также по кругу. Что касается органов управления и разного рода клавиш, чем старше будет комплектация вашей камеры, тем больше в ней будет разного рода функций. При этом с эргономикой на самом деле все в полном порядке. Левая рука удобно ложится на подлокотник обшитой кожей. Здесь четыре клавиши управления стеклоподъемниками, причем все они имеют автоматический режим. Здесь же у нас центральный замок и регулировка боковых зеркал с довольно-таки удобным и приятным на ощупь джойстиком. Слева от руля располагается в один ряд линейка функциональных клавиш. Здесь у нас автоматическое переключение света, система стабилизации, кнопка открывания электрозамка багажника, кнопка отпирания лючка вензобака, подогрев руля и подогрев лобового стекла. Не зоны покоя стеклоочистителей, а именно всего лобового, что достаточно удобно. Менее минуты оттаивания, взмах дворниками и льда препятствующего обзору больше с вами нет. Что касается рулевого колеса, оно отделано кожей и довольно-таки удобная хватка. Левая сторона занята клавишами управления мультимедийной системой и телефоном, который вы можете сконнектить с бортовой системой через Bluetooth протокол. А справа клавиши управления круиз-контролем, системой удержания полосы и системой контроля дистанции. Клавиши, кстати сказать, тактильно различимы и тянуться за ними абсолютно не приходится. То же самое касается удобства пользования под рулевыми переключателями. Здесь они имеют достаточно неплохое усилие и при этом находятся четко под рукой. Комбинация приборов, как говорится, дело вкуса, но к ее читаемости и информативности здесь в принципе нет претензий. Отцифровка крупная, все считывается легко и удобно. Клавиша запуска остановки двигателя визуально перекрывается рулевым колесом, причем при любом его положении, но это не суть важно. Вряд ли, покатавшись на Camry больше одного раза, вы будете по ней промахиваться. На центральной консоли основное место занимает экран мультимедийной системы с довольно-таки удобными клавишами управления. И огромный плюс компании Toyota это все-таки то, что они не слепили кучу мелких клавиш в один блок, неразличимый тактильно, а сделали их отдельными. Поэтому даже в процессе движения вы можете работать этими кнопками, не отвлекаясь от дороги. Ниже панель управления климат-контролем, логично сгруппирована, температура левой и правой стороны регулируется отдельно поворотными ручками. Также одним нажатием активируется авторежим и режим раздельного климат-контроля. Есть подогрев боковых зеркал, который выведен на ту же клавишу, что и подогрев заднего стекла. И кнопки управления климатом, скоростью вращения вентилятора, режимами обдува, включением-выключением кондиционера, рециркуляции и так далее. Тоже все отдельно и различимы тактильно. Причем на клавиши регулировки оборотов отопителя есть специальная планочка, которая позволяет вам, не глядя, понять, на какую из частей вы совершаете нажатие. Внизу центральной консоли у нас беспроводная зарядка для телефона, блютуз-разъем и разъем прикуривателя, 12-вольтовая розетка. На самой центральной консоли клавиши включения-выключения подогрева в сидении, которые в данном случае могут работать в трех режимах работы от слабого до максимально сильного. Клавиши включения функции Hold, то есть удержания автомобиля при стоянии на месте без нажатия педали тормоза, что очень удобно в пробках и вообще при вождении в мегаполисе. Машина будет держаться рабочими тормозами до момента, пока вы не нажали на педаль газа. Привыкаешь к этой функции быстро и она действительно удобна. И клавиша управления электрическим стояночным тормозом. Селектор коробки передач в данном случае у нас имеет прямую прорезь. Это именно классический селектор с клавишей разблокировки. И находится он ровно там, где в принципе и должен. Левая рука при этом лежит на подлокотнике. Причем к высоте и длине подлокотника лично у меня никаких претензий нет. Что касается бардачков и разного рода мест для хранения. В центральном тоннеле справа от селектора у нас есть два подстаканника. Внизу дверных карт никаких подстаканников нет. И сами по себе ниши в дверных картах достаточно интересно отформованы. Предполагают либо размещение какой-то очень маленькой бутылочки, либо просто мелочевки. Поскольку они при этом еще и довольно мелкие по высоте. Имеется ввиду высота бортика. В центральном боксе у нас есть органайзер, который выступает как некое промежуточное дно. Сам бокс не очень глубокий, но при этом достаточно объемный. И основной бардачок внизу также имеет достаточный объем для того, чтобы положить сюда, например, коробку от сигнализации. Ну а на потолке у нас имеется довольно удобный подачок. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством на заднем диване. Что касается пространства на заднем диване, при базе 2,82, естественно, места здесь достаточно. И я при росте 1,86 м сам за собой усаживаюсь вполне вольготно. Колени мои до переднего сидения здесь не достают. Под левой рукой есть удобная опора в виде подлокотника на дверной карте. С правой стороны также имеется довольно широкий подлокотник с двумя подстаканниками с фиксаторами. По низу есть отдельные дефлекторы вентиляции для задних пассажиров. Две розетки с USB разъемами. На потолке пульт управления освещением, который практически дублирует по своему дизайну таковой передней части салона. Ну и задним пассажирам Camry, по крайней мере в нашей комплектации, полагается подогрев сидения. Спинка заднего сидения по наклону здесь не регулируется, но в принципе наклон довольно удобный и так. Несмотря на то, что на полу салона у нас присутствует тоннель, причем довольно-таки нормальной высоты, средняя часть сидения, имеется в виду подушка, здесь плоская, так что третьего пассажира на этом автомобиле размещать можно. А вот за что Toyota Camry 70 стоит отметить отдельно, так это за нормальную низкую линию остекления. То есть, находясь здесь, вы не будете чувствовать себя запертым в блиндаже. Ну а теперь поговорим про подкапотное пространство 70 Camry. Единственный двигатель, который вы обнаружите здесь, как на дорестах, так и на рестайлах, это старший по объему 3,5-литровый V6, мощностью 249 лошадиных сил, но это для российского рынка. Вообще в девичестве двигатель выдавал 280 лошадей. Блок цилиндров, здесь алюминиевый, присутствуют гидрокомпенсаторы и цепной привод газораспределительного механизма. Распредвалов по два на голову. Индекс этого двигателя 2GRFKS. Последнее свидетельствует о том, что данная силовая установка может работать в некоторых режимах не только по циклу Отто, но и по циклу Аткинсона тоже, благодаря продвинутой системе фазовращателей. Кроме того, компания Toyota применила на этом агрегате новый комбинированный впрыск топлива, так называемый D4S, который предполагает наличие двух комплектов форсунок. Одни распределенного впрыска, а вот вторые форсунки высокого давления. Соответственно, на этом двигателе есть и ТНВД. Со старшим по объему мотором Toyota Camry разгоняется до первой сотни за 7,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 220 км в час. Данный двигатель требователен к качеству топлива. Крайне нежелательно не заправлять сюда что-то ниже 95-го бензина, а лучше 98-й. Что касается надежности, несмотря на увеличившуюся конструктивную сложность, новая реинкарнация 2GR мотора пока, по крайней мере, демонстрирует довольно-таки неплохой характер. Глобальных проблем по этой силовой установке с поршневой группой, например, с пятым цилиндром, как это было на моторах ранних серий, здесь пока не наблюдается. На агрегатах с большим пробегом могут наблюдаться течи масла по лобовине, то есть по передней крышке, закрывающей цепи ГРМ. Также иногда подклинивает клапан продувки адсорбера топливных паров. Нужно поглядывать за исправностью насоса системы охлаждения. А также 3,5-чатые Camry отзывались с дилерами для замены насоса топливного, причем обычного низкого давления. ТНВД на этих двигателях работает без вопросов. В целом, если не истязать агрегат постоянными гонками и заправлять нормальным бензином, а также не лениться менять в нем масло хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега, вы вправе рассчитывать, что обновленный ГРМ под вашим капотом проедет под 300 тысяч километров пробега, а может быть более. Кстати, о масле компания Toyota рекомендует использовать для V-образных шестерок жидкое масло вязкостью 0V20. А вот следующий двигатель на дорестайлинговых машинах объемом 2,5 литра демонстрирует уже более привычные нам цифры вязкости смазочного материала 5,30. Индекс этого мотора 2АРФЕ. Это уже рядная четверка с двумя верхними распредвалами, алюминиевая, естественно, мощностью 181 лошадиная сила и способная выдать на гора 235 нм крутящего момента. Впрыск топлива на 2АРФЕ – самый обычный распределенный, никаких заморочек здесь нет. Присутствуют фазовращатели, есть гидрокомпенсаторы, привод ГРМ все так же цепной. Простой по конструкции 2АР получился крайне надежным и практически лишен каких-то конструктивных недостатков. Можно сказать, что лишен вовсе. На больших пробегах подобные силовые установки могут демонстрировать шум муфт фазовращателей при запуске по просту треск. И вполне возможно, к пробегам за 200-250 тысяч придется залезть в этот двигатель для замены цепи ГРМ. В остальном же, как показывает практика владельцев 50-х, где этот двигатель и начал устанавливаться, эти силовые установки способны отбегать под полмиллиона километров без особых проблем. Динамические показатели такой Camry будут, конечно, похуже, чем у V-образной шестерки. Разгон до сотни за 9,9 секунды, максимальная скорость 210 км в час. Но для обычного гражданского автомобиля это все еще вполне приемлемые цифры. Что касается младшего по объему двигателя, объемом 2 литра на 150 лошадиных сил на дорестайлинговых машинах, это был 6AR FSE. Супикс FSE указывает на наличие на двигателе непосредственного впрыска топлива. На деле впрыск здесь такой же комбинированный, как и на V-образной шестерки, то есть есть форсунки и непосредственного, и прямого впрыска. Двухлитровая алюминиевая рядная четверка также имеет два верхних распредвала, гидрокомпенсаторы и цепной привод ГРМ. Эту самую цепь к большим пробегам, как водится, может быть придется и поменять. Но опять же к пробегам реально за 200+. Про двухлитровый мотор можно сказать, что это довольно скучный агрегат в плане надежности. Он практически не ломается на самом деле. Несмотря на наличие непосредственного впрыска топлива, двигатель довольно надежен. И свои 250+, должен выходить. Но если при покупке такого автомобиля новым двухлитровый двигатель имел определенное преимущество в плане цены покупки автомобиля, то целесообразность поиска целенаправленного поиска к 70-ке с двумя литрами под капотом на вторичном рынке не совсем понятна. В разгоне до 100 км в час такой автомобиль самый нерасторопный, порядка 11 секунд. А выигрыш в расходе топлива по сравнению с двумя с половиной литрами будет не столь значительный, чтобы им нельзя было пренебречь. Что касается расхода масла на угар, ни один из перечисленных двигателей в исправном состоянии на Toyota Camry масло употреблять не должен. Но имейте в виду, что это современные алюминиевые агрегаты с высокой точностью исполнения и малейший перегрев вполне может привести к залеганию колец, что впоследствии проявит себя появившимся масложором. Ну и как водится, на всякий случай проверяйте двигатель на предмет отсутствия масляных течей, хотя рядные четверки под капотом 70-ки истекать маслом, опять же, не склонно. Что касается двигателей на рестайлинговых машинах, то вместо старых AR-серий под капотом обновленных 70-ок прописались двигатели совершенно новые. Это также рядные четверки с алюминиевым блоком, способные работать по циклу Аткинсона с комбинированным впрыском, прямой плюс непосредственный, их маркировка М20А-ФКС и А25А-ФКС. Первый выдает 150 лошадиных сил при объеме 2 литра, а второй 200 при объеме 2,5 литра. Двигатели эти, по сути дела, новые. Появились они в 2017 и 2018 годах, соответственно, и какой-то статистики неисправности по ним пока банально не накоплено. Единственный момент, двигатели, конечно, имеют экологический класс Евро-6, и, соответственно, ЕГР на борту, вот этот самый ЕГР, и может явиться источником неприятностей к большому пробегу. За исправностью системы рециркуляции отработавших газов придется следить. Как оно будет с этими двигателями по части ресурсопоршневой группы, покажет, как водится время. Что касается коробок передач, на 70-х Камре стояли только классические гидромеханические автоматы. На дорестайлинговых машинах встречались как 6 на 2,2,5 литровых, так и 8-ступенчатые на 3,5 литра коробки. 8-ступенчатая трансмиссия на 70-ке – это коробка относительно новая. Ее индекс – UA80. Коробка эта появилась в 2016 году и получилась крайне удачной по своей конструкции. Крутящий момент, на который рассчитан этот автомат – 430 ньютонометров. Это очень неплохой показатель. Данные трансмиссии демонстрируют весьма солидный по современным меркам ресурс. В нормальных руках эта коробка пройдет под 300 тысяч километров пробега, причем соседствуя с 3,5 литровым двигателем. Единственное, чего эти трансмиссии боятся – это перегрев. Нагрев данную трансмиссию, можно значительно сократить срок ее службы. Замена масла на 8-ступенчатых автоматах должна производиться не реже, чем раз в 60 тысяч километров, желательно вместе с фильтрующими элементами. Необслуживаемой эту трансмиссию могут называть только те владельцы, кто планирует сразу по истечении срока заводской гарантии выбросить коробку на помойку. Если же вы смотрите дорестайлинговую 70-ку, то на младших по объему 2 и 2,5 литровых агрегатах будет стоять не 8-ми, а 6-ступенчатая трансмиссия. Ее индекс – U760E, и эта коробка гораздо более старая. Именно эта трансмиссия устанавливалась на 50-й, 55-й Камре. И в целом, несмотря на то, что трансмиссии эти ездят, но по своему конструктиву все-таки 760-я серия немножко менее удачная, чем ее более современный аналог. Это не значит, что машины с такой коробкой будут сплошняком доставлять вам проблемы, но при осмотре автомобиля с 6-ступкой крайне желательно провести тест-драйв и убедиться в исправной работе данной трансмиссии. Коробка должна вести себя адекватно, рывков, пинков и дерганий не должно быть. 6-ступенчатые коробки крайне чувствительны к загрязнению гидроблока продуктами износа накладок блокировки гидротрансформатора, который данная трансмиссия, будучи современным агрегатом, использует довольно часто. Поэтому менять рабочую жидкость в таких коробках желательно даже почаще, где-то раз в 50, а может быть и в 45 тысяч километров пробега. И если вы смотрите Камре 6-ступенчатая КПП, не поленитесь посмотреть автомобиль сканером на всякий пожарный. Наличие в памяти ошибок по блокировке гидротрансформатора будет либо серьезным поводом для Турга, либо вообще, возможно, поводом посмотреть другой экземпляр. Однако при должном уходе в руках аккуратного владельца, не гонщика данной трансмиссии, также проедут 250 и более тысяч километров. Ну и перед тем, как посмотреть на 70-ю Камре снизу на подъемнике, давайте поговорим о животрепещущем, а именно о дорожном просвете. Каталожные цифры клининса для этой модели 155 миллиметров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела на самом деле. А дела обстоят на самом деле не столь оптимистично. До брызговичка в задней части переднего бампера всего 12 сантиметров. Сам бампер на 2 сантиметра повыше, порядка 14. Так что с парковкой передним бампером по рибрику стоит быть аккуратным. А вот и иллюстрация. В данном случае на автомобиле установлена еще и металлическая защита моторного отсека. Расстояние от нее до асфальта всего 12 сантиметров. Так что о пропуске высоких препятствий между колес также лучше забыть. Расстояние от земли до порога в данном случае 15,5 сантиметров в его передней части. Задняя же часть автомобиля ощутимо повыше 19 сантиметров до порога и 16 до брызговичка. А вот с просветом под задним бампером все обстоит куда лучше. 22 сантиметра до его самой низкой передней части, сразу за задним колесом. Выхлопная труба, кстати, в данном случае не свисает ниже этого уровня, поэтому парковаться к большому препятствию лучше задним ходом. Что касается подвески 70-ки, многие владельцы, пересаживающиеся на новый кузов с предыдущей 55-й Camry, отмечали возросшую жесткость подвески, что вкупе с небольшим дорожным просветом должно было обеспечить седану в 70-м кузове хорошую управляемость и устойчивость на высоких скоростях. Но по своему конструктиву передняя подвеска здесь осталась простой. Это Макферсон. По давней Тойотовской традиции, как дань ремонтопригодности, шаровые опоры нижних рычагов, здесь съемные болтовые соединения с завода. Так что с заменой этого элемента никаких вопросов не будет, никаких заморочек с перепрессовкой. Из вопросов, которые возникали по таким автомобилям по передней подвеске, можно отметить следующий момент. Стойки стабилизаторов. Они здесь довольно живучие, и владельцы 70-ок, как правило, сталкивались с необходимостью их замены на пробегах не ранее, чем 50-60 тысяч километров. Причем передний стабилизатор поперечной устойчивости сам по себе здесь довольно основательный для легковой машины, и в целом доступ к креплениям стабилизатора для замены его втулок, хоть и не вполне открытый, но гораздо лучше здесь, чем на некоторых других моделях от прочих производителей. И вполне возможно при замене втулок здесь обойдется и без демонтажа подрамника. Встречались периодически моменты, связанные с небольшим сроком службы опорных подшипников передних стоек, что проявляет себя в виде хруста или скрежета при повороте руля, а также стука при проезде неровностей и по рулевому управлению. Сама рейка здесь достаточно крепкая и выносливая, но вот на пробегах где-то к 100 тысячам километров некоторые владельцы Camry 70-го кузова сталкивались с проблемой в виде подкусывающего при вращении руля, и проблема эта решалась с заменой рулевого карданчика. Подобные проблемы с рулевыми крестовинами на автомобилях Toyota раньше попадались, и, к сожалению, на 70-м кузове эти проблемы в прошлое не ушли. Хотя далеко не факт, что на вашей 70-ке вы с этим все же столкнетесь. Задняя подвеска Camry 70-ки теперь многорычажная, соответственно, в данном случае сайлентблоков у нас довольно-таки много, и при покупке поддержанного экземпляра все это хозяйство лучше проверить, дабы сразу, купив автомобиль, не заниматься заменой резинок, пусть это и точечно, и недорого. Также обращает на себя внимание и основательный задний стабилизатор поперечной устойчивости. Тормоза на Camry 70, естественно, в круг дисковые, но вот с подвеской этой машины связан еще один момент, который вызывал раздражение у покупателей этого автомобиля, когда они были новыми. На пробегах до 30 тысяч километров иногда встречались случаи, когда заводские амортизаторы начинали стучать при понижении температуры окружающего воздуха. Кто-то с этим стуком мирился, кто-то добивался замены стоек у дилера по гарантии, но, как показала практика, действенным решением будет замена оригинальных заводских стоек, которыми эти машины комплектовались на конвейере, на какой-нибудь нормальный аналог от хорошего производителя, после чего про проблему уже забывают навсегда. Такой мы увидели сегодня Toyota Camry в 70-м кузове. Как водится, у автомобиля есть свои плюсы и свои минусы. К плюсам этой модели можно отнести современный внешний вид, просторный и удобный салон, хорошее обозначение, а также надежные добротные силовые агрегаты, в пару к которым трудятся также ресурсные автоматы. Правда, к осмотру автомобиля с шестиступенчатой коробкой лучше все же подойти со всей ответственностью. Подвеска у 70 Camry хоть и жестковатая, но при этом отнюдь не хлипкая. Да и возможные проблемы гарантийного толка предыдущий собственник скорее всего устранил, особенно если речь идет о покупке машины с пробегом где-то под сотню тысяч километров. К недостаткам этой модели можно однозначно отнести низкий клиренс и высокую популярность у гонщиков. Поэтому, кстати говоря, при покупке подобного автомобиля берите его либо в проверенном месте с соответствующим юридически верным оформлением всех документов, либо расчет после постановки на учет. Короче говоря, проявляйте осторожность. Если у вас была или есть Camry в 70-м кузове, на который вы проехали не одну сотню тысяч километров, вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, напишите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!